Сергей Зверев — это такой манерный парикмахер, который решил начать петь и работать на камеру? Звезда в шоке. Не знаю. Например, на этом видео 88-го года камеры он почти не замечает, потому что пытается успеть победить на 27-м московском конкурсе парикмахеров в Измайлово. Сережа, можно вас называть? Можно. Кто такой Вячеслав Зайцев? Экс-ведущий модной передачи на телеке для тех, кому за 40? Не знаю. Здесь он остроумно стебется над скудностью одежды наших сограждан. Это уже начало 90-х. Скукоженные какие-то, какие... Ну, это... Это вообще катастрофа. Вообще, просматривая хронику, я нашел очень много всего интересного. И юного Юдашкина, который жалуется на то, что нет хороших тканей, и совсем еще молодого Бартенева, и простых советских женщин, которых не устраивает новая модная линейка обуви. Мне ничего не подошло. В продолжение нашего плейлиста «Граждане СССР О» я посмотрел 50 советских фильмов о моде, чтобы узнать, что говорили на телеке 70-е, 80-е и 90-е. Какие были проблемы, тенденции и герои. Ссылочки на все оригинальные фильмы я разместил в описании к ролику. Обязательно подписывайся на наш канал и приятного просмотра. Мода. Какое несерьезное слово. Сколько за ним закрепилось давних привычных эпитетов. Легкомысленные, изменчивые, капризные. Может ли умный, творческий, деловой человек заниматься такой несерьезностью? Очень хочется купить пиджак, который сейчас очень модный, а в магазине практически достать невозможно. Наша промышленность не выпускает еще пока такие. Нам нужен костюм. Модный, легкий, из красивой ткани. Но мы там ничего не нашли. В третьем магазине я уже и нигде нет ничего хорошего. Одна ерунда. Дело в том, что смежные организации, это не важно, кожевины или это предприятие текстильное, сегодня у них есть какие-то очень серьезные предпосылки, оправдательные, какие-то, может быть, факты, которые не дают им вовремя давать нам цветовую гамму. Но что нам делать? Мы вынуждены получать немодный цвет, из этого немодного цвета пошивать обувь и отдавать ее покупателю. То есть все взаимосвязано, а иногда бывает так. И, наконец, этот модный цвет или модная фактура получается. Получается, но она нам не нужна, она нам была нужна в прошлом году. Конечно, очень современное, очень красивое оборудование. Но вот кажется, что вещи, которые с него сходят, которые вы на нем делаете, вяжете, несколько традиционные. Я хочу сказать, наше изделие пользуется спросом. И, по крайней мере, они у нас не залеживаются на прилавках. Все идут полным ходом. Поэтому я считаю, в общем-то, у нас модели хорошие. Если раньше модные просто не хотел никто, то сейчас даже торговля иногда говорит, ой, дайте нам модные изделия. Но в их понятии модные, и в нашем понятии, здесь получаются такие ножницы. Потому что мода зарождается, для нас это модное новое. Они еще не привыкли к этому. Они сейчас хотят дать им то, что мы им предлагали три года назад. Где бы ни проводились подобные демонстрации, у зрителей наготове один тот же вопрос. А куда исчезает мода, когда дело доходит до конвейера? В нашем сознании давно нет крепкой связи между модой и массовой продукцией. Три года работы в Доме моды, со дня открытия с июня месяца 1982 года, ни одна телевизионная программа, как говорится, московского телевидения, не представила, не рекламировала то, что мы создаем для наших горожан. Это очень печально, что люди, которые жаждут обрести радость бытия средствами искусства одежды, люди, которые тянутся сегодня к новым, как говорится, к эстетическим ценностям, заложенным в самой природе искусства одежды, они, ну, плохо информируют. Я работаю художником-модельером, создаем модели, для того, чтобы потом их внедрять в производство. А молодые люди, они особенно хотят быстро и модно одеться. Чебарасом, это пиджак. Это очень модные пиджаки. Желательно, чтобы больше выпускали их? Беда, конечно, моя большая, не только, наверное, моя, но и многих художников, что очень мало тканей хороших. Это то, что поставляется, или большого разнообразия расцветок, или качество цвета желает лучшего. То есть макияж мы еще успеваем делать, но все остальное мы просто забываем. А мы даже не забываем, потому что просто никогда об этом не думаем, коль скоро, в общем-то, это никогда не было... Ну, при этом для разговора. Да, тема для разговора, правильно, предмет. Ну, давай, Аллочка, включи, пожалуйста. Как идут наши женщины? Ну, как скукоженные какие-то, какие... Ну, а это? Это вообще катастрофа. А как они садятся? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, как же, надо сохранить свое пальто, понимаешь? Элегантное пальто, да? Тренировочные штаны и кеды, да? Это замечательно. Как они украшают женщины? Да, ну, все модно, понимаешь, все модно. Кеды модно, тренировочные штаны – это стиль советской нашей жизни. Я на секунду тебя отвлеку. Понял, что произошло? То, что мы сейчас посмотрели, это классический формат реакций на современном ютубе. Только на телеке 90-х. И тут у меня появилась идея. А если мы пригласим Вячеслава Зайцева к нам в гости на ютуб и попросим отреагировать его на прохожих в Москве в 2020 году? Мне кажется, что очень интересно сравнить оценку прохожих тогда и сейчас. Если тебе понравилась эта идея, обязательно напиши об этом в комментариях. Мы их читаем. Ладно, возвращаю вам хронику. А вот как сидит, посмотри. Ведь эта женщина даже не думает о том, что на нее кто-то смотрит со стороны. Мы, кстати, не скрытой камерой снимали. Мы снимали... Прямо в открытой? Да, абсолютно. На нас не внимательно. Мы люди уже привыкли к съемке. Да, да. А какой можно гармонии говорить, какой можно тайной говорить, которая должна, как я говорю, всегда окружать женщину? Да, ну можно там, Алла, останови, пожалуйста. Посмотрите вот на то, как они сидят. Вот та девушка, которая сидит слева. Ну, какое-то ощущение полной отчаянности и какой-то раздавленности. Несмотря на то, что она сидит на улице. Несмотря на то, что... А это что-то безразличие к себе и к окружению. Абсолютно нет. Видом, она должна доставлять радость. Я лично каждый день езжу в метро, хожу по улицам и вижу, что происходит. Да, можно зайти в вагон метро, еще таких же, в одной и той же куртке, еще 6-7, и постепенно меняются. Только, в общем, фасон один и тот же, а цвет, там, я не знаю, зеленый, черный, коричневый. Абсолютно. Абсолютно. Хотелось, чтобы было больше светлых вещей. И самое-то основное, наверное, наши молодые люди хотят этого. Хотят. А вот в этом направлении наши покупательства просто не учитываются. Мне охота же встретить кого-нибудь в одинаковом так же. Да, вот сейчас весь город оденется, буквально вот одно и то же у всех. Надо побольше как-то разнообразия. Можно винить женщин. Можно говорить, что вот как они не думают о себе, там, как говорится, как они не следят за собой, не уважая себя, не уважая других. Но, в общем-то, в этом во многом виноваты самый момент воспитания. Отсутствие культуры. Да, семья. Отсутствие культуры. Отсутствие культуры в семье того, как мы, как говорится, проявляем себя дома среди своих детей. Как мы одеты, как мы с ними... При том, что наши мамы тоже не следят за собой. И им это никто не преподавал. И им это не преподавал. И не говорил ни к этой жизни. И уже вот третье поколение практически, как говорится, ну, выброшено из сферы воспитания. Как только увидят кого-то таком ярком, необычном, я говорю, вот, пожалуйста, влияние Запада. Пожалуйста, вот она, буржуазная мода. Зачем нам это надо? Утвердился взгляд. Он и до сих пор не изжит. Что мода – это следствие буржуазного влияния на нас. Это раскрывающее влияние капиталистического мира. Ничего подобного. Он уже даже в моде воспитанный, уже понимает, что нужен такой галстук красивый, что действительно пиджак красивый, что летняя вещь должна быть яркой. Мода всегда была и будет. Вот человек в бананах одетый, в петушке в трех цветах, в гребешке, с красно-белым шарфом, с плеером в ушах, с туманным взглядом. Вот. Это, может быть, идеал героя. Я могу его не принимать, но это мое личное дело. Ну, а вот, пожалуйста. В общем, женщина, казалось бы, неплохо так одета. Ну, вот эти все, авоськи там и прочее, прочее. Ну, это нормально, могу. Но манера походки. Ну, походка, это же мужская походка. Мужская походка, мужская походка. Казалось бы, пропорции, в принципе, нормальный спортивный стиль. Мужская походка. Опять-таки, никто не снимается походкой. И она не обращала на это. Как надо ставить ноги, она не обращает. Конечно. А сколько женщин так ходят? Ну, я думаю, то, что у нас стоит большой барьер между художником, промышленностью и покупателем. Ну, потому что идей очень много, они рисовать легче, чем это все оплатить. Вот в чем дело. И ты рисуешь быстрее, чем у нас есть текстильная промышленность, которая еще не додает тех тканей, чтобы она должна была дать. Мне представляется, что мода 1972 года необычайно благоразумна. Она предлагает очень умеренные, очень спокойные формы и самые разнообразные решения моделей. Единодушны ли художники в своих решениях моделей? Есть ли какое-нибудь принципиальное различие? Ваше мнение? Скорее всего, единодушие. Все договорились о том, что самое приятное, удобное и приемлемое это длина немного ниже колена. Примерно до 15 сантиметров. Если бы был конкурс красоты для мужчин, вы бы стали ним участвовать? Да нет, что вы. А зря? Не мое дело. Я знаю вот это высокие такие, голубоглазые. Вот и одеты наши мужчины так, чтобы на них без слез не взглянешь. А какая элегантность может быть, если в магазинах есть либо такие костюмы, либо никаких? И хотя мужчины менее требовательны к моде, чем женщины, принцип «лишь бы тепло и удобно» устраивает очень много. Господи, ну где же нам взять вот таких красивых мужчин? Я не знаю. Может, вы знаете? Скажите, пожалуйста, могу я вас попросить? Нет, девушка. Да я просто невинный вопрос хочу спросить, красивые вы мужчины или нет. Да, я очень красивый мужчина и очень вежливый. Вас все устраивает в своем лице, нет? В моем? Да. Усы. Усы не устраивают меня. Кокетка. Скажите, вы красивые мужчины? Мы? Я считаю, что я да. Ну и ну. Молодец. Знаете, костюмы, они дают очень много вам сразу вы меняетесь. Да, сразу. Вот я когда костюм надеваю, все, а со мной шутки плываются. У женщин спросить. А чего их спрашивать? Мы и так вас любим, какие они есть, и даже на руках носим. И мужчины, по-моему, сам охотник, воин. И это самое главное для мужчины, быть воином, быть борцом. И все, что мы сами в себе воспитываем, я считаю, нас готовят к тому, чтобы защитить Родину. Никак ее не предавать. И мне кажется, мы больше готовы защитить Родину, чем другие, допустим, эти модные мальчишки. Вот я живу в рабочем районе, масса молодежи. Вот когда выхожу в своих каких-то вещах, дом модели, спрашивают, Лёва, где купил, где взять. Люди хотят носить. Жены подобные такие, сказал. В кепочках там, в каких-то балахонах там, в брючечках каких-то. Как у нас обычно женщина одевается. Ну вот, я встала в такой вот халат. Нет, ну халат нашла, конечно, как говорится, и неплохой, в общем-то. Я понимаю, что бывает более пестрый, более такие наглые, которые... Да, бывает не только драные, вот здесь. Да, да, да. Даже не столько драные, сколько пестрые, которые вызывают сразу реакцию такое неприятие. Знаешь, вот, как появляется женщина встала в халате, просто хочется тут не убежать. О, явился, не запылился. Долго, как я надо ждать. Я тут скалываю целый вечер. Эмоции свои уйдеть не можешь? Я с работы пришел, какой-то, по-настоящему. Ну, успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Ну, как можно после этого вообще реагировать, как говорится, на любимую жену, если она так встречается. Человек, смотри, пришел после работы, элегантный, ждет, что она сейчас бросит на шею и скажет, «Милый, как я рада тебя видеть, и 5-й, 10-й». А тут же сразу, «А где ты был? Что это за дела?» Посмотри на себя, на себя, посмотри. Тряпка, халат. Ну, черте, что, да? Ну, вообще-то да. Ну, появляется единственное желание, естественное желание уйти. Привет. Ну, вечер, добрый. Привет, бедеренька. Я так тебя ждала, и нужно, все готово. Вот, пожалуйста, ситуация совершенно другая, да? То есть она, как это, человека ждет. Минимальными средствами. Маленькое изменение. Обыкновенная мужская сорочка. Чуть-чуть макияж, чуть-чуть добавлены какие-то детали, и уже, правда, все по-другому. Хочется общаться, да? Ну, нет необходимой одежды для дома, потому что действительно в магазинах нет, кроме этих отвратительных ситцевых халатов, которые женщинам девать становится просто невообразимо отвратительно. Я не знаю, зачем их шли. Я не знаю, зачем за эти 3-5 рублей. Кому это нужно 3-5 рублей, когда рушится семья? По существу, немало людей среднего и пожилого возраста за модой уже не гонится. Им необходимо, чтобы было удобно. Ну, вот, в этой туфли нога не влезет. Она не лезет, она стоит на полках, мы мочим, вот лично я, например, я 5 лет не могу купить обувь такую, чтобы с зимнего сапога одеть между ботоножками. Я сразу с сапога одеваю ботоножек. Вот такой вот страшный. Вот эти вот я ношу. Грустно, конечно, это слышать. Тем более, что столько труда вкладывается в изготовление одной единственной модели. Вот чтобы выйти из положения, что и молнии не хватает, и качество их очень плохое, вот мы такие создали вообще без молнии или вот модель напряжки детская. Мне ничего не подошло. И вот я только купила вот эти туфли, которые идут, видите как, вынем один больше, другой меньше. Вынуждена была купить. Раньше-то как было. Одна бригада кроит, другая шьет, третья отделывает. А сквозная бригада стала все делать сама. Просто молодым людям стало стыдно за вещи, сработанные собственными руками. И они решили взять власть над модой в эти самые собственные руки. И объединились в сквозную торгово-промышленную бригаду. Назвали ее оптимистично. Фирма «Гарантия». Наша «Гарантия» существовала на энтузиазме очень короткий промежуток времени. И даже не все еще недостатки мы увидели в ней. И пришлось ее похоронить, потому что ни министерство торговли, ни министерство легкой промышленности нас не поняли. И все это дело так, на корню было загублено. Посмотрите, все теплое, словно на дворе у нас вечная зима. А это значит, что нить толста. Иными словами, конвейер не очень вежлив с модой. Если бы нам так же регулярно, ритмично поставляли сырье, как бы ритмично от нас торговля требует готовую продукцию. То есть покупатель от нас требует. В этом году модно стали мужские брюки из пальтовой ткани. Мы с мужем купили материалы, отдали в ателье. И нам эти брюки обошлись для него в 27 рублей. Ну, прошло несколько дней, мы пришли в магазин «Элегант». Мы нашли те же самые брюки в торговом зале за 63 рубля. Я не знаю, ну вот это понятно, это же искусственный мир. Ну, это не может стоить так дорого. Мне кажется, что это вообще за пределами человеческого восприятия. Не в духе времени, не в духе современных достижений конструирования. Ну, и вообще за пределами всякого... Что вы говорите? Что вы говорите? Посмотрите на море, на море, вы посмотрите на море, что надеваю. Это свершенно. Ну, как вы можете лечить? Вы зовите, пожалуйста, художника. Нет. Подождите. Но не 18 может, это может и 25, 26 это носить. Вот вы знаете, мне 33 года, я никогда такую вещь не одела. Никогда. Даже если мне не в чем будет ходить, понимаете, тем более за такую цену. Признаемся, покупатель еще не очень-то внимателен к знакам отечественных фирм. И хотя спрос так же разналик, как и покупатель, у сегодняшнего потребления есть весьма тревожные тенденции. Мы предпочитаем иностранную этикетку. Скажи, пожалуйста, если бы тебе показали вот такую куртку отечественного производства и такую же импортную, какую бы ты выбрал? Импортную. Почему? По инерции, наверное. Когда однажды в приватной беседе с известным французским модельером Пьером Карденом я рассказал ему о существовании львовской фирмы «Престиж», он серьезно задумался и горько произнес. Это начало моего краха. Думается, что он недалек от истины, и «Престиж» скоро составит ему серьезную конкурсию. Молодцы. Но мы так привыкли за многие десятилетия к постоянному дефициту, одержа человека на голодном пайке, можно, так сказать, его вынудить к любому поступку. Поэтому, если мы не додавали очень долго, то мы принуждали людей брать то, что можно было достать. Если говорить о 1987-м годе, значит, этот джемпер должен быть решен немножко иначе. Он должен быть длиннее, ближе прилегать к телу. Объем рукава должен быть, и длина рукава должна быть другая. То есть он должен быть острее решен. А так как решен он сейчас, это 85-й год, 86-й от силы. Вот, ну, кажется, я ближе все-таки к моде, да, будем считать так. И то я не всегда могу сказать с определенностью, что вот это пойдет, а это не пойдет. А они берут на себя такую смелость утверждать, нет, не пойдет. Приходят не специалисты, а приходят технолог, допустим, конструктор, замдиректора, начальник производства, главный инженер. Понимаете? И если приходит специалист и отбирает эту модель, тут же ему делают замечание, своему же специалисту говорят, вы знаете, эта модель сложная, она не укладывается... Ее не купили. Да, вторая причина. Эта модель не укладывается в нормативы времени, в расход. Огромнейшие фабрики, заводы, которые очень медленно переоснащаются, и заняты они только валовой продукцией. А я думаю, что, как и меня, и вас всех, интересуют продукции именно маленькими сериями. Чтобы вы смогли вот одедеваться, зная вот у кого. Вы готовы были бы возглавить такую фирму? Я... да. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Андрей Барценев – один из новообращенных молодых модельеров авангарда. Известность у широкой публики получил вместе с призом на Юрмальское ассамбление укращенной моды. По его словам, тяготяет готики модернную здоровую наивность. Идеи для моей коллекции, и для моей графики, и вообще для моего творчества, они приходят откуда-то совершенно непостижимо откуда. Наверное, из космоса, наверное, говорят, что вот приходит вот Антон. Мне, например, нравится черный цвет. Так думаю, что он подходит всем женщинам. Одно по себе платье для меня как-то неинтересно. Или одна прическа какая-то. Даже пусть это самая красивая прическа. Кажется, что здесь одно без другого не может быть. Я решил в галстуке вложить другой смысл. Я дал им такой порыв, который может дать только горячий батик и подход к этому. Потому что, в общем-то, вот эта техника, она подразумевает очень большую яркость. И то, что вы будете выделяться, это 100%. Все то, что мы видим сейчас, как бы считается модным, или считается то, что надо носить, это является продуктом пролеткульта. Мне вообще тенденция одевания в 20 веке очень чужда. И мне не нравится, как одеваются в 20 веке. Мне ближе вот эпоха барокко, 16-17 век. Вот так мы многозначно закончили набортение. Ему, кстати, сейчас 55 лет, и он продолжает свою творческую деятельность. Вообще, журналистика конца 80-х достаточно интересное явление. С одной стороны, она сочетает в себе гласность. Ведь многие респонденты, как мы видели, делились своим критическим мнением с журналистами. С другой стороны, все эти фильмы оставляют какое-то такое приятное послевкусие и надежду, и веру в завтрашний день. Напишите, кто из героев вам понравился больше всего. Лично мое сердце покорил Вячеслав Зайцев. Я очень надеюсь, что он придет к нам в гости на YouTube-канал «Здесь настоящие люди». Подпишись, и ты посмотришь реакцию с ним, если, конечно, он согласится. Увидимся на следующей неделе. Пока.